дубай выгрузился под воду нет ребят это не какой-то фейк годовая норма осадков выпала в дубай за последние 24 часа мы с вами достаточно спокойно относимся к словам что великобритания скоро уйдет под воду или разговором туманном альбионе дождливом лондоне ну или каких-нибудь тропических ливнях в том же таиланде или если вы увидите видео урагана во флориде вы тоже в принципе относились к этому спокойно но чтобы наводнение пустыне это что-то из ряда вон выходящие норма осадков который выпадает в дубае в течение года выпала здесь за сутки в итоге весь город столкнулся с сильнейшим наводнением дороги превратились в реки и эти потоки воды затопили дома и предприятия давайте посмотрим на видео все взлетное поле международного аэропорта дубая недавно признанного вторым по загруженности аэропортом в мире находится под водой огромные самолеты пытаются преодолеть все это образовавшиеся море реактивные boeing и airbus и больше напоминают лодки движущиеся по затопленному аэропорту естественно нарушение в работе аэропорта 79 рейсов в дубай отменены мой коллега давид не смог вылететь из дубая подъездные пути были заблокированы полностью из-за наводнения вокруг аэропорта эмирейтс и fly дубай приостановили регистрацию и джиптер тоже отменили рейсы регистрацию пассажиров из операционных проблем остановили все это вызвано плохой погодой и дорожными условиями на сайте авиакомпании вообще посоветовали людям не приезжать в аэропорт без крайней необходимости отмечая что рейсы по-прежнему задерживаются и перенаправляются для меня вообще честно говоря непонятно как можно приехать в аэропорт когда просто туда не приехать посмотрите вокруг сами пассажирам кто застал стихию аэропорту пришлось ночевать там же просто не было варианта и вообще транспорта способного вывести пассажиров аэропорт буквально переполнен и никому некуда идти по данным метеорологов во вторник всего за 12 часов выпало почти 100 миллиметров осадка дождь шел так сильно и так быстро что некоторые автомобилисты были вынуждены бросить свои машины поскольку паводковые воды поднялись и дороги превратились в реки вода везде торговых центрах смывая тележки в домах затапливая первые этажи зданий машинах правительство дубая перевело школы на онлайн обучение значительную щерб наблюдается по всей стране включая разрушенные дороги затопленные дома поваленные деревья сломанная балконная садовая мебель жители также отмечали что работники спецслужб и служб экстренной помощи просто не отвечали на телефоны или отказывали в помощи а по сути что они могут сделать когда их сидит в офисе десяток человек без спецтехники окей может 100 человек а там встал весь город такси вызвать невозможно помощь вызвать невозможно какой-то техники специальной нет дороги встали в многокилометровые пробки люди спали в аэропортах и метро для сравнения в соседнем амане и ливни шли три дня и там также отмечают значительный ущерб затопленных населенных пунктах ливни также прошли в бахрейне катаре саудовской аравии как и в остальной части объединенных арабских эмиратов в дубае жаркий сухой климат таким образом осадки выпадают здесь не часто и во многих районах инфраструктура такая как дренаж ограничено или полностью отсутствует интересно что вае из-за сухого климата проводят так называемые операции по засеву облаков для увеличения количества осадка что это такое это искусственное введение в облака реагентов для изменения фазового состояния облака чаще всего применяется для увеличения осадков но также широко применяется в аэропортах с плохими погодными условиями для подавления града или тумана если вы впервые слышите вообще об этом сама технология не нова и используется более 50 страны это один из способов удовлетворять растущий спрос на пресную воду засушливых странах в эмиратах еще 30 лет назад запустили исследовательскую программу совместно с наса по увеличению количества осадков а результаты вы видите в этом видео как еще получить пресную воду логично что опреснение то есть берем соленую водичку из персидского залива и на специальном заводе делаем из нее не соленую водичку но в целом технология опреснения пока дороже чем искусственное вызывание дождя вот и вызывают собственно говоря то вызывались как создается искусственный дождь в объединенных арабских эмиратах с помощью новейших технологий и радаров непрерывно наблюдают за атмосферой с воздуха самолетами могут сбрасываться или запуливаться ядра конденсации содержащий соль их запускают кучевые облака так ускоряется весь этот процесс конденсации образуются капли воды и собственно говоря вызывается дождь также существует наземные генераторы которые выстреливают этими солевыми пулями в облака с земли сейчас проходит тестирование новые методы с использованием дронов ну чтобы не запускать огромные самолеты с пилотами но и еще дополнительно нанотехнологии всякие уже это самое большое количество осадков выпавшие в дубай за всю историю подобные проливные дожди становятся в эмиратах более частными из-за изменения климата вызванного прежде всего деятельностью человека атмосфера в эмиратах все также нагревается количество влаги все больше и случае с выплескиванием так называемой этой влаги в виде все более сильных проливных дождей просто неизбежны да кстати как я рассказывал в одном из своих эмиратских видео где мы поднимались на скалу fossil rock в пустыне много миллионов лет назад здесь было море вам интересно что за море можете посмотреть тот выпуск может быть те времена возвращаются к нам снова и то что казалось нам фантастикой скоро станет реальностью и здесь скоро будут тропические джунгли или океан ну да ладно дождь погрузивший дубари и в этот водяной хаос также связан с более крупной штормовой системой пересекающий аравийский полуостров и перемещающиеся через оманский залив эта же система также принесла необычную влажную погоду в соседний оман и юго-восточный иран да там также прошли штормовые ливни в исследовательском центре арабских эмират отмечали что 2025 году планируется увеличить количество осадков в уаэ на 30 процентов но оде нам не сообщили что все эти осадки могут выпасть в один день если раньше дожди в дубае случались и продолжались обычно в течение часа двух то настоящие ливни могут задержаться на несколько дней прежде чем вернется сухая погода мы вразили наших коллег и друзей из дубаев показать что в данный момент происходит в городе в их районах дальше никакого монтажа никаких спецэффектов вот весь ариэл дубай life сейчас смотрим и дуба Другие люди были очень улучшены. Это просто отсюда, где они построили вторую входную комнату. И это практически все остальное. Другие машины были очень улучшены. Some people had the same situation with their houses. If the houses were at the low point, there were some houses that had at least half a meter of water on their basement. This is Villa 186, Rabella 1, Maudon, Dubai. This is the situation right now. It's the 17th of April, 2024. This has been the case since yesterday afternoon. No one came to help at all. We tried to contact Dubai properties. They're not picking up. This is the level of the water up until here. These are our cars. The water level is almost one meter. And as of yet, it's eight. It's ten past eight in the morning. No one came to help. Villa 186, Rabella 1, Maudon. Look at how we are going. It's still today. Because the roads are already dry. The cars are flying. But only on the high ones really drive. Продолжение следует...